Ну что ж, 13-й день. Что-то новое. Ну, в прошлое время смеет нашу внешность. Ну, обычного серого котика. Отправляемся на работу. Что не без нас. Что знает. Так, посмотрим новости. Доктор, покищающий трупы, найден мертвым. Шоя его сломана. Сохрой, правда. Оно живое. Чудовище. Рыщет. Как? Темных разделей города Космополис. А тут песчаный песок. Очень экологически ближе. Великое, редкое виды птиц. Катастрофа, которая могла уничтожить. Ухранилась сегодня в партюшке. Не случилось. Из-за одного кранова агента. Заброшенная шахта. Заброшилась. Неопознанное тело найдено внутри. Что-то реален. И он здесь, чтобы съесть ваших детей. Честный сыщик случайно поймал незаконную вооруженную сделку, прямо как отслеживал неверного супруга. Главарь торговцев людьми, загрузан до смерти тигром, которого тайно принесли в город. Интересно, как вещи творятся в этом городе. Живые люди еще есть. Удачный день. Удачный день. Или нет? Удачный день. Удачный день. Удачный день. Оставлено число 13. Так что это неудачно. Я не смог увидеть актуальность этого числа в нумерологии. Но это всего лишь такой же день, как и все остальные. и так вот она сегодня в общем три человека должна умереть люди области религии должны умереть а вис художественном образовании должны остаться жить приятной работы сегодня судьба 3 человека и у них убить религиозно Самара Элдауниер 35 лет Детектив Самара работала в отделе убийств всего несколько лет, но уже проявила большой талант в раскрытии нераскрытых дел. В настоящее время она преследует неизвестного серийного убийцу, который, как подозревают, работают на местную церковь. Ух ты, а ты еще кто? У него что-то и есть тот самый живый труп. Адапа 1. Возраст неизвестен Безработное чудовище живой или мертвый. Это нежить, созданная Эммануэром Костеланом. Обычно прячется в канализации города Космополис или в окружающих лесах. Она красноречивая и всегда заинтересована в обсуждении эксистенциальной философии и идеи окружающих жизнь и смерть по понятным причинам. Эммануэром Костеланом. Жесть какая. Мария, эта вся жизнь, я живет в настоящем, но ее прошлая жизнь забыта. Несколько лет назад она переехала жить недалеко от ледника на Северном Исе. Мария всегда любила альпинизм, фотографию, скульптуру и современные танцы. Кто же следующий? Сарина Масвидал, электрик, 74 года, заядлый энтузиаст в области электроники, Сарина продолжила работать электриком до выхода на пенсию. Хотя ее внуки постоянно говорят, уйти на пенсию, особенно из-за плохого зрения, ее любовь к работе всегда побеждает. Это тоже неплохой человек. Герхард Хагердьорд, скульптор по камню, полагаю, крещик по камню, 26 лет. Герхард вырезает и вырезает каменные блоки из камня в местном карьере. Вот и все в общем-то. В его жизни почти ничего не происходит, а его мечта спасить одни из самых высоких гор в мире и возможно вырезать крошечный кусок камня из тех, из них также. Ну что ж, я считаю, что он связан с искусством и живет. Напомню, что кого-то у нас нынче убить трех людей, нужно убить людей, связанных с религией, а людей, которые связаны с искусством, оставить жив. И следующее, Эсвари Шах. 35 лет. Проповедник. Ну, мы слышим проповедник, можно сразу, конечно, сделать так. Давайте все жарнаками все более внимательны. Эсвари. Эсвари. Наша прошлая религия после того, как упала на дна. Продав семейные. Семейные. Тебе часы и радио? Да. Похоже на ремонт. Она погрыбила переулок и нашла помощь в ближайшей церкви. Режив распространение, ее жизнь наполнилась подосторонним теплом, поэтому она посвятила себя помощи другим в ситуации, похожей на ту, которую пережила она. Человек-то неплохой, но план есть план. Ну, да, люди в области религии должны умереть. Ничего не поделаешь. Кепри Манвард, 48 лет, ректор, Кепри, строгий, носоровый, с твердой верой в тяжелую работу и в том, что он сделал достаточно, чтобы она продлится все со всей его жизни. У него есть любящая супруга и отчужденный ребенок. Когда наследник разговаривал о своих романтических наклонностях, Кепри подумал о том, чтобы выбить эти мысли палкой. Ну, вместо этого изгнал ребенка из дома. Ну и засранец. Итак, у нас осталось четверо и двоих из них нужно убить. Ну, и я думаю, это нечто. Будь работный монстр. Все будут спать спокойно и все наберет. Где, возможно, ничего плохого в своей жизнерном деле. Ну, и что у нас есть? У нас есть пожилой электрик, который занимает своей работой. есть детектив, который выслеживает киллера. Там могут быть полезны. И буректор, который взял и изгнал собственного сына. Ну что, решено. Давайте проверим. Ну, трое убито. Закончим. Готово. День подошел к концу. Давайте отчитаемся. Ушка сидит на столе, чище свое ухо лапой. Даже не взглянув на документы, она тихо мролычет. Довольная нашей аккуратностью и компетентностью. Ну, я надеюсь, с моим подарком все хорошо. Ну, и как долго я должен докладывать тебе? А, реально, я очень, очень ненавижу эту работу. Ну, хорошая игра. Пожалуй, я вернусь к карбате. Давайте спросим ее о нашем подарке. Интересно. Сквик. Ищет печальная игрушка, которую мы в прошлый раз подарили. Кошка закатывает глаза, что определенно очень странная вещь. Мобильник. Мяука. Она с вами. Замечает. Затем. Заворачивается в клубок. Указывая, что в прошлое время нам их деть. Что же. Ммм, есть. Давайте посмотрим, на что мы сможем потратить. А, что у нас есть? Ммм, немножко денег не хватает, конечно, на инфернальный иллюминатор. А его очень хотелось. Он бы нам подсвечивал. Он бы нам подсвечивал. Ну, это просто одежда. Какая шанс ингрима. Обычная монетка. Нет, пожалуй. От монетки мы пока откажемся. И пойдем спать. Ну, оставим такую внешность. И закончим данный день. Четырнадцатый день. Итак, новости нашего города. Так, что-то у нас население в нашем городе не очень хорошее. Посмотрим. Мда. Ммм, странно. Виктор. Палестинская высшая школа с найденным вертом. Местный шутник замечает, что, полагаю, теперь он Ди-ректор. Палестинская гипотетика. Кашка. Палестинская высшая школа. Удал. 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 Из-за слабых проводов. На уже исследование. Надеюсь, это среди нашей вина. в чем-то многообещающий модель архитектор выиграл гран-при возможно нежить но он найдет в кустах причина смерти неизвестна врачи сделают вывод какая бы сила не удерживала труп вместе она была недостаточно сильна обеспечивает вдохновение на регенерацию на этих многих генерации тканей еще один серийный убийца был пойман детективом самаре дауне сделает ли полиция что-либо по поводу этого выстроена на хривые в дорожную позе кроме меня доброе утро грим уж я ожидаю увидеть тебя в моем офисе для обзора твоей работы пусть только ты закончишь на сегодня не беспокойся об этом пока прямо сейчас сфокусируйся на заданиях в руках и так вот она сегодня я человек должна умереть каждый связанный с индустрией транспорта должен умереть что выберем людей в левой стороне выберем людей в левой стороне то есть ты мне предлагаешь вот этих пятерых выбрать если я правильно понял но это странно давайте значит отложим если я правильно понял полагаю это вот этих пятерых убить полагаю просто их оставить в левой части похоже на трудности перевода ладно как бы там ни было давайте приниматься за работу и первый на сегодня дэйен ладима дэджена ладима 28 лет мелкий воришка дэджену нужно есть чтобы выжить и красть чтобы есть его супруга не одобряет жизни на успехи дэджена и выжить и узнать об этом каждый раз когда они вместе через некоторое время дэрин решил целый отцы проявить что у него есть постоянная работа все верно он решил украсть правда ну вот такая филипп харпс студент 20 лет у него все впереди филипп очень случайный парень а это значит что ему нравится хаотичное и странное поведение например он любит разыгрывать своих друзей и проводить оккультные ритуалы у него также есть личная фраза держись подальше от хармса и он любит черепа животных опасный парень не нравится он мне чарли гокк кто ж придумывает такие фамилии ужас то какой чарли генеральный директор 56 лет годами возможно даже десятилетиями помогал своему брату альберту давиду скрывать корпоративные деньги и не платить налоги он также был обвинен в инсайдерской торговле и в других мошеннических действиях в настоящее время он живет в особняке недалеко от города ну я бы тоже не нравится он мне пихопик 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 действительно хороший и решил его способности сохранить спокойствие и сосредоточенность. Поэтому он вместо этого присоединился к метильской школе, чтобы выяснить причину этого и в конечном стоне. Точас я в конце закончил медиком. ЖТН Вайнрайт, водитель школьного автобуса. ЖТН вводит детей в школу и из школы каждый день. И хотя кажется, что эта работа требуется еще и ответственности, на самом деле он довольно непрежен в этом отношении. Иногда принимает легкие наркотики прежде, чем сесть за руль. Говорит, что это позволяет ему лучше фокусироваться. Нету речь. С легкими наркотиками за руль до автобуса с детьми это путь в один конец. Так, а вот, кстати, и второй товарищ, Альбер Давид Гокку. Интересно. Будут ли нам взять Минго? Им будет ли это хорошо? Альбер Давид Гокку. Он первый нагенеральный директор. 54 года. Мингород невероятный человек. Никогда в истории не было кого-то, кто уничтожил так много человеческих социальных систем с таким нигилизмом и стремлением. Он не остановится ни перед чем в своей работе. Ради кратковременной выгоды. Альбер Давид Гокку. Кто у нас еще есть? У нас тут есть еще водитель. Олесия де Тюрвейли. Водитель. 35 лет. Олесия. Демон абсолютной скорости, которая проезжает на ужас невероятных скоростях по всему Космополис-Сити. Оставляя различные посылки для различных людей и компаний. С эстетическим поведением и спокойными нервами. Но она могла быть отличным гонщиком ралли. Пенсионер. Или пенсионерка, скорее бы сказать. Лиседик Гавон. 82 года. Лиседина пенсии чувствует себя старой и усталой. Она прожила достаточно хорошую жизнь, как она ее видит. И хотела бы уже ее заканчивать. увидеть, что скрывается за этой вуалью, как говорят. Или нет. В любом случае, ей уже все равно. Пока смертный кайс не дойдет и нет. Мартина. Видок. Как читаете эти фамилии со CQ на конца? И кто такой конскрипт? Все, что Мартин хочет делать в жизни, это заниматься творчеством, но сыровая реальность, делала противоволю в той ситуации, в которой он не может контролировать. По крайней мере до тех пор, как он не вернется с военной службы, так она и будет. И все же, мне стало очень интересно. Конскрипт это призывник. Наша квота пятеро, и я точно знаю, что этот товарищ мне не нравится. Ну что ж, призывник когда-нибудь вернется из армии и сможет найти свой путь к творчеству. Это Джен. Ну, конечно, вор. Особо ничего серьезного не делал. Был и медик. В принципе, целом тоже. Вот я сейчас сомневаюсь между двумя. Кто? Филип Хармс, он меня беспокоит. Его любовь к черепам животных и выполнению оккультных ритуалов, он настораживает. Он может принести много бед. И с другой стороны, уставший от жизни пенсионер, который видел все. Что ж, давайте подарим спокойную смерть. И посмотрим. Не пожалеем ли мы там, чтобы вы лежите. Поэтому с рунцом. Готово? Ну, судьба приехала. Я вернулся. Ты меня не знал? Угу. Я вернулся. Скучал по мне? Да не очень. Да, конечно. Мне нравятся наши маленькие беседы. Как же мои плеча имела? Я здесь лишь, чтобы работать. А, спасибо, Гома. Я действительно уже устал от этой кошки. Ладно, кошечка милая. Ну, вот я делаю. Ну, замечательно. Я рад, что вам нравятся наши частые беседы. Итак, окей. Да. Сегодня будет твоя две недели проверка. Твоя оценка эффективности за твою вторую неделю. Но перед этим мы должны быстро проверить твою дневную неделю. Хм... Где я положил эти... ...паперы, пожалуйста? Где ты? А, вот мы идем. И где ты положил эти... ...бумаги? Боже, ну где же вы? А, вот. Погнали. Правильно. Появится, что правильно. Или что-то. Давайте пройдем к более важной evaluации. А, все верно. Так, все кажется. Верно. И что-то в этом роде. Мы перейдем уже к более важной оценке. Хм... Угу. Хочешь, я до сих пор... Я бы сказал, что до сих пор неплохо работал. То есть какая-то проблема? Я терпливо ждать. Ну и терпливо подождем. А, Грим. Как бы это сказать? А, Грим. Как бы это сказать? По сути, ты... ...целенаправлен, целеустремленный... ...надежный рабочий. Ты... ...играешь по книге. Я делаю то, что тебе говорят. В твоем поведении мало поводов для критики. Исключение, пожалуй, небольшого отсутствия независимости. То есть хочешь сказать, что я не... ...думаю сам по себе? Говорю, но этих правил и есть причина. Что еще мне делать? Ну вот, мне тоже интересно. Ты наешь мне правила. Я их исполняю. Чего еще дать мне хочешь? Не дать мне. Конечно, огромное внимание выделяется расчету равновесия. Но это разве все, что имеет значение. Нужно было ожидать хотя бы намека на восстание. Неужели автономная личность не спряталась где-нибудь в твоем черепе? Ты надежный, верный. У тебя можно положиться. И это все, что тебя устраивает. Теперь, очевидно, вам следует дать небольшой бонус, и никто не поспорит, что вы его не заработали. Как держать? Окончательная оценка будет через две недели. Девятьсот. Прошел еще за кровью, не так ли? Так, но у нас есть спиннер. Но кому нужен спиннер? Есть одежда. Ну, есть пятианский аббревиатор. Он используется, чтобы удалить ошибки. Грубые ошибки. Назначение. Старает любую отметку, которую бы не оставили в профиле. Но только одно использование. Так что, ну, за 400. Я думаю, мы можем его себе позволить. Поехали, что бы стереть любовное письмо. Ну, и знаешь что, больше никуда-либо я не слышал. Да. Ну, давайте попробуем такое, блин. И, пожалуй, в следующий день. Так, ну, у нас есть ластик. Давайте положим сюда. И что мы будем помнить? И почитаем новости. Кто не читает новости? Приходи на работу. И так, аномальные дожди выпали. Все округи, так как метеорологи, предупреждают о потенциальных штурмах. Да, известный сплетный директор, генеральный директор. Печально известный директор подает в свою огромную яхту прямо на пляже. Он найден вешаным на дереве. Застрелив мошенничество, умрают вертичного пристава, когда в его дверь стучат полицейские. Как вам говорит, штурмах был неизбежен. Гереческий медик спасает товарищей. Пусть то, как отряд попадает под вражеский огонь далеко от района Вацкасград. Медаль будет включена на следующей неделе. Рыка вода, голова, водитель, доставщик. Врезался в обрыва, когда внезапное землетрясение ударило по городу Космополис. Вытель школьного автобуса. Главария за пьяного, водитель. Второго пожаловать в конец дороги, достигован. Успокойся с миром. Мелкий преступник. Штрафован за кражу. Мелких предметов. И обещает украсть больше, чтобы заплатить штраф. И все-таки вечеринки на подъеме. Что у нас на сегодня? Оставляю крем. И прошел испытательный период, как и ожидалось. Ну, давай не будем зацикливаться на прошлом. Не нужно, чтобы ты сфокусировался на будущем. Сегодня будет тяжелый день. Будь внимателен. Итак, вот. Шесть человек должны умереть. Как мы знаем, трое человек с научным образованием должны умереть. Как мы знаем, двое людей в возрасте 30 или моложе должны умереть. Будет так часто, так легко портиться. Подвержены порчи. Ну что ж, хорошие жертвы. Судьба. Восемь человек. Ну. Словно. Не все так плохо. Ну, что мы видим в самом начале. Арон Джей Роузен. Наркоторговец. Назовите мне хотя бы одну причину, чтобы позволить этому наркоторговцу жить дальше. 23 года. Мелкий преступник, продающий низкокачественные наркотики, тем, кто просто хочет повеселиться. В последнее время он начал экспериментировать с различными химическими соединениями, чтобы выяснить, сможет ли он создать какие-либо новые интересные смеси. Лучше. Товарищ. Не по тому пути это пошел. Нор. София. Эта. Ножность. Ну-ка, ämbattlement. Норм вернулась к регулярному ämbattlement. Вот из того, как я многоировняю маркетинговой схему. Схема рухнула. косметические продукты и средства для улучшения знания не продавались все все-таки вы пойдете в ипотеку и ценить ребенка в приличной школе в свободное время нора снимает короткие короткометражки короткие короткометражки что тут становится интересно другое что такое бацанут нирегулярные растраты непонятно пока охотник на стероиды я скажу вам вижу первых 38 лет то что начиналось как постоянное наблюдение за звездами в детстве превратилась в карьеру в астрономии основная цель захвата найти астероиды которые потенциально могут выразить планету ударить планету и предупредить подразделение разрушителей астероидов в армии астероидов в армии ну идея полезная хотя читатель я научный человек научного окружения скажу не научное окружение астероидов в армии эми морин подж бруканьер амми одаренный охотник которая недавно нашла способ зарабатывать на приличную жизнь с помощью данного умения она охотится на неуловимых горных кошек ради их клыков которые как считаются излечивают множество проблем со здоровьем подание сюда перенесем сюда перенесем аммонита мускавич 29 лет исследователь научный сотрудник аммонита посвятила всю свою жизнь исследованию конца дней когда она не работает она берет связку своих собак на прогулку или в снобистке и разъезжает вокруг на своем старинном автомобиле даже если батарея постоянно разряжена в противном случае у него нет никакой личности или политических взглядов но исследователь явно связан с наукой и хоть ничего плохого за ней не замечен амонита амонита обитаемых планет. Как пожизненный поклонник научной фантастики, он был опечален, но мирился с тем, что дети одеваются вооруженные луком люди из народа, из фантастических наград. Но у нас трофизик, трофизик связан с наукой, проект-менеджер, безработный. Показывают последствия нашего решения. О, земляк наш. Иван Иванович Рудьевский. 21 год. Безработный. Ваня начал искать работу сразу после окончания учебы, но пока не нашел. В основном, из того, что работа в наши дни, требует от него предыдущего опыта работы. А единственный способ получить работу, получить необходимый опыт, это получить работу, на которую он претендует. Но, тем не менее, он тренируется, чтобы стать самым быстрым в мире решателем униксового куба. Так, у нас просят 30 или моложе. Но, моложе 30 их. А, ну. Хорошо, у нас есть 2. 2 людей, если 30 или моложе. Есть у нас 29 и 23. Вот, мы можем Рудьевского и пожалеть. Все мы через это проходили, не так ли? Ну и последний товарищ, у которого что-то с бородой. Джексон Артего, 30 лет. Мониджер проектов. Джексон уже просто не отдыхает. Направляет разными проектами, но все они так или иначе проваливаются. Раньше он был женат, но ничего не делится вечным. Ее любимая золотая рыбка убрала за один день. На его байке, кажется, постоянно пускают колесо. и это только начало. У нас есть пятеро. И еще двоих нужно брать. Кто из них с научным образованием? С научным образованием, наверное, вот эта тетя. Крирует в астрономии. И то, что она делает, это хорошо. Задание на день. Есть задание на день. Чувелично. Принесем сюда. И еще два. Бурканьер. Конечно же. Кто любит бурканьера? Так. Невезучий манеджер проектов. Безработный Иван Иванович. Или Нора. Который криминал. Криминал. Ну, технически если ему так постоянно не везет. Потому что еще либо ему в будущем крупно повезет. Либо он начнет какой-нибудь проект и там все пойдет не по плану. С другой стороны у него есть ребенок. Ну, давайте сделаем очевидный выбор. Иван Иванович будет жить. Будет, что будет, Иван Иванович должен жить. Теперь из вас двоих. Хабо выбрать. Я даже не знаю. вон. Может быть, я так а там посмотрел. все. Готовенько. Может, я клопочу нам что-то сказать? Да, ты сделал, Reaper. Ты достижил. Да, ты сделал, Reaper. Ты достижил. с каждым путем. Продолжение. 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 Продолжение следует... Carry forth your deed of darkness, Reaper. But stop before it's too late. Already getting a bit late as we speak, the dusk неers. Продолжение следует... Good evening, Grim. I hope you are doing well. I forgot to ask you yesterday, how did it feel going through almost a whole week on your own? Oh, I forgot to ask you yesterday, how did it feel going through almost a whole week on your own? It's not bad. 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 I saw a lot of pain and pain. It's sad. It's sad. It's not bad. It's just one week on the other week. But I'm not sure how I can still deal with it. And I'll take this one. The anguish of existence. Well, let us quickly go over the usual administrative matters. The papers. The papers. I see you have marked the appropriate number of profiles. Yay! Oh, I see you have marked the appropriate number of profiles. Hurrah! Honestly, this corporate mandate is growing a bit tiresome. Oh well. What must be done? Speaking of, yesterday marked a significant moment in your career. Are you content with your evaluation? By the way, yesterday was a significant moment in your career. Are you satisfied with your opinion? Yes. It was nice to hear that I'm a good worker. Or... I'm not sure about the... 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 This reminds me... Have you any questions? И это было время, когда мы имели личный диалог. Что ты имеешь в виду? Вы понимаете, что должно произойти и делать итог, чтобы оно случилось? Или я тот, кто выбирает сделать вещи происходить? О, ничего подобного. Мир и люди там сами создают ситуации без нашего вмешательства. Наши поставщики данных собирают, сопоставляют и изучают обширные массивы данных и вычисляют параметры для необходимого равновесия. Мы не являемся непосредственными причинами смертей. Хотя наши выборы могут изменить структуру. Залегка. Как это может быть, если отмечаю профиль? Разве не от этих действий решения влияют на других людей? К слову, да. В некотором смысле. Да. Но это определенно не одна к одному последовательность причинно-следственных связей. И все намного более сильно связано. Вы должны учитывать, что время работает здесь немного по-другому. Что-нибудь еще? Итак, по поводу времени. А как долго нет этот день? Ах, сложность времени. Представь себе, что это не фиксированная и стабильная. сущность. Ах, сложность времени. Представь себе, что это не является какой-то фиксированной или стабильной сущностью. Я уверен, что ты не думал, что только 15 дней прошло, после твоей вероятности. Возвращаясь на фрекцию и множество событий в твоей... ...модератной сущностью. Я уверен, что ты не думал, что только 15 дней прошли... ...то моменты, как ты сюда прибыл. Принимая во внимание чистоту и масштаб событий... ...в вашем... ...вмеренно по размеру регионов. И... ...тогда, но... ...как это работает? Вау! Это... ...странно. Время – это непостоянный поток. Пока вы отдыхаете, дни, недели, месяцы могут проходить различные ритмированы. Провели из разных моментов появляются на один и тот же день, переплетённые как-то внутренние корневища времени и пространства находят за рамкой четырёх измерений. Вот почему причинно-следственные связи трудно остановить, и равновесие являются непостижимой сложностью. Что-нибудь ещё? А что насчёт моей истории? Был я кем-то? Ты – рождение смерти. Я создал тебя из разных материалов. Итак, из чего состоят мои челюсти? Класс. Мне нравятся быть вещи. Магазины и различные места. Что-нибудь ещё? Слушай, а вы играете в шахматы? У меня какой-то фильм про смерть с тонной шахматой. Или я лучше вернусь к работе? Ну, я поиграм про. Нет. Я, вместо того, особенно в этом игре, который называется Go. Эстетически приятный. Легко визуально и империалистично. О, да. Не, я прочитаю игру, которая называется Go. Эстетично, менее насильственно и империалистично. Как я его понимаю? Я ведь тоже играл в Go. Чувак, держи пятюню. Ха. Надо как-нибудь ещё сыграть в Go. Неожиданно, на самом деле. Жаня, вместо шахмата. Местная судьба и предпочтет Go. Была разработчиком. Ну, нет, было много всего. Надо всё это вдохнуть. Спасибо тебе. О, ещё одна вещь. Это было довольно мило с твоей стороны. Подарить леди маленькую плюшевую игрушку. Я уверен, что она оценила это. Хотя лично я уже довольно сильно устал от непрекращающегося писка. Упс. Извините. О, не повезло, и я верен, ты справишься. Упс. Это ли нам и звонится до то. Слава игрушка. По флагу. Ну, всё же, не вернёмся. Писк. Гранкий писк прорывается где-то там за столом. До завтра, Гримм. Ну, до завтра. Жнец. Четыреста. До завтра, так до завтра. Ну, перед этим мы сходим сюда. Шивер мне, Тимберс! Вы точно не сможете получить достаточно для Эмпориума! И так, у нас Анпо. Монетка и спиннер. Ничего такого. Я хочу лампу. Дайте мне лампу. Мне нравится быть котиком. Ну, пока давайте завершим данный день. И... до завтра. Увидимся. И спасибо за просмотр. Всего хороша.